вопрос вот от слушателя сейчас пришел почему харчиков так много говорить на тему евреев еще раз господи ну где же харчиков говорит меня сейчас спрашивают на тему евреев я я отвечал на эту тему а где же я говорю много у меня последние диски буквально я не знаю там штук 10 так там вообще не упоминается вообще слов таких нету это ну я я просто говорю вот у меня последний вот книга моя вышла все для фронта все для победы она выходила как раз к 60-летию победы к это уже прошло 11 лет так там были песни с этой самой тематикой они датировались дай бог памяти но наверное последние в девяносто девятом году то есть но был такой за сколько у кого их не было а потом я понял что ведь есть евреи есть мы уже говорили о ком жиды есть советские люди советские евреи есть советские русские это наши люди а кто против значит они все еще вопрос от слушателя почему харчиков мало пишет коммунистических песен а больше патриотических ведь советский человек интересно а вот нет нет вот буквально в прошлом году была передача посвященную 145-летию со дня рождения ленина песни вот скоро выйдет клип который будет называется вместе с тобой ссср тоже песня ну какая она патриотическая коммунистическая дальше вот сейчас песню готовим слова о ленине тоже будет песня и понимать его я все больше остальные не остальные не писал но теперь я понял что ленин с сталин без ленина бы не было стальна и сталин всегда считал себя учеником ленина и исходя из этого вот и будем говорить а следующий вопрос лежит ли вина на русских людях в том что наша родина развалилась ведь и не туркмены с азербайджанцами и литвинами затеяли перестройку я об этом уже говорил в интервью на радио да лежит вина и основная вина вина за то что наша родина развалилась основная вина я считаю я сам русский человек сто процентов между прочим русак по крайней мере знаю до прапрадеда свою историю по материнской по отцу и вот я считаю что основная вина лежит чтобы там не говоря на русском народе сначала отреклись от сталина когда в пятьдесят шестом году состоялся съезд предали когда хрущев в кулуарах сначала просто потом взял то есть никто люди не знают но ведь и никто же не выступил против этого хотя в общем то и слова им не давали вот люди русские люди по сути дела отреклись от вожда сейчас они вспоминают понимаете я из себя вины этой не снимаю когда я учился в университете нам тоже внушали что да вот сталин да плохой я да я к сталину относился вот уж я честно сейчас признаюсь я к сталину относился с ненавистью я думал что это палач понимаете но когда я сам начал изучать историю когда я сам через меня это все прошло я понял что сталин это великий человек равных ему у нас в общем-то в истории россии не было ленин вот пожалуй еще вот ленина стали вот это самые великие люди нашей стране такой вопрос я кстати не знаю тут люди пишут что вы все время обвиняете путина я вот честно говоря не знаю так это или не так но вопрос звучит следующим образом почему харчиков обвиняет все время путина ведь какая разница путин или не путин будет править ведь все равно буржуазия останется в власти дело в том что вот вопрос то он некорректно поставлен я я а кто это обвиняет путина везде я говорю путин это но как-то они сейчас все говорят эти демократы либерал это всенародно избранную наш всенародно избранный он наличие не так говорят мы говорим что результате фальсификации дарим стать но пусть они говорят но сначала они все были тоже за ним но путин-то всенародно избранной это я сейчас вот эту фразу я заключаю в кавычки но там всенародно избранной он будто бы гарант вот этой действующей нынешней конституции но видите ли сама по себе конституция это она капиталистическая вот в чем дело конституция она сделана под олигархов она сделана вот этот банк наш по сути дела вот банк который банк россии центральный банк центральный банк россии а он оказывается полностью зависит от между резервной системы соединенных штатов ну что это такое так получается путина уберут капитализм остается поэтому бороться нужно в общем-то путин это следствие причина это капитализм как козьма прутков все время говорил нужно зреть в корень вот зря в корень мы получаем что да путин виноват потому что мы его выбрали но раз мы его выбрали значит мы виноваты раз мы его выбрали мы его выбрали но главное в чем виноваты все мы в том что мы выбирая путина выбрали капитализм а бороться нужно с капитализмом потому что если вместо путина придет другой капитализм и также будет выполнять волю олигархии волю вот этих всех сердюковых там сеченных по моему если не ошибаюсь в тринадцатом году была какая-то неприятная история с тем что на вас там напали где-то вы обращались сотрудникам правоохранительных органов было ли какое-то дело и найдены ли вот эти люди вот это было от 3 октября был митинг посвященный годовщине двадцатилетия вот я на митинге выступил но там как терлись какие-то вот деятели вот я чувствую что так а где это было а это было на марсовом поле митинг митинг кпрф был вот и потом а вот 6 октября это было вот я из дома выхожу какой-то шорох там по пригла ну ладно не буду это там в ульяновке да и вот сзади удар на вечером или днем вечером это было это будет темно это было где-то часов в девять вечера вот удар бах падаю вот рука сломана вот в таком духе но а обращаться обращаться об этом знали депутаты об этом знала моя в общем то как-то вроде бы на ночь глядя тут ну такое было состояние и уже не знаешь как тип то что мы с женой там вдвоем дождались утра поехали в больницу так в тостерское больнице час там просидели не принят сказали идите на прием к этому самому вот тут какая у нас систему здравоохранения вот я просто поражаюсь вот мы туда взяли такси приехали в тоснов бойницы в ту, в травматологическое отделение в травм Fourth clickicken отделение нас продержали около двух часов и сказали идите на прием к этому самому травматологу в поликлинику пришлось идти в тосток в поликлинику еще там тут уже было не до того это заявлять не зле у травматологов поликадан принял сделали сразу и он сразу его езжайте опять туда написал направление опять приехали туда это было уже время около пяти часов вечера вот представляете ну вот около пяти часов вечера разместили в больнице и как-то так но никуда я не обращался не в какой это раз а во вторых кого-то подозревает нет никого не арка нет ну а кого подозревать кого подозревать я могу только тех кому в общем то я ну то есть люди которым надо было чтобы я вот ну сошел с рельсов ну что-то испугать меня хотели меня этим не испугаешь я буду делать то что делал до самого своего смертного час еще вопрос как считает харчиков как возродить ссср такой возродить ссср вот глобальный вопрос кстати это мне пришло вот такая мысль только вот ну я уже не говорил нужно просто советские люди вот если ты считаешь себя советским человеком нужно объединяться и возрождать сср не какой-то там смутой бузой восстанием бунтом а возродить ссср можно только акции гражданского неповиновения не покупать американские товары не ходить вернее не верь тому что тебе говорят не ходит эта власть не ходи туда куда она зовет не делай того чего она тебя просит вот и вся система в индии в свое время махатма ганди вот он так смог с организовать индийский народ и индийский народ английские колонизаторы были вынуждены уйти из-за этой сторонник такой мягкой силы до мягкой силы именно мягкой силы но мягкая сила где-то она должна быть мягкой где-то она должна быть и жесткая но вот я говорю нужно сейчас объединяться на принципе свой чужой свой это советские люди все кто за советский союз за восстановление совет сейчас новое поколение растет они родились уже после советского союза после развала так сказать они уже вряд ли будут читать себя советскими людьми но большинство и на норрани мере нет делов я вот сейчас как бы сказать в интернет выхожу в контакте в фейсбуке есть люди ребятишки которым меньше 18 лет они воспринимают советских союз как но есть но их же в общей массе до очень много они же 20 лет я салис так совсем на других согласен а ведь историю творит народ историю творит народ историю творит не население не электорат а творит народ то есть те пассионарные люди личности которых всегда во все времена было 46 процентов так надо народ этот надо просвещать надо его подтягивать на что же делать вот только так а больше по-другому то никак советы рабочих вот спрашивает вас товарищ не нужны советы рабочих совета рабочих нужны как дополнение к тому к чему я уже сказал вот к тем людям которые ощущают себя советским это уже как дополнение и совета рабочих и союза советских офицеров потому что их уже несколько этих союзов советских офицеров и несколько этих советов рабочих и несколько этих всяких разных коммунистических партий, несколько всяких левых группировок и правых, так вот я говорю, нужно объединять именно Советский, вот партия патриотов Советского Союза и за родину со Сталином, то есть Советский Союз, опять же, тот Советский Союз, который был при товарище Сталине, вот, и сейчас нас может спасти только мобилизационная экономика, потому что, вот когда спрашивают, ну что такое Сталинизм, а что такое Сталинизм? Сталинизм это система правления, отрождествляющая собой порядок, ответственность и дисциплину, вот и вся система, только сейчас так можно спасти, по-другому ничего не будет и у нас уже остались в запасе только считанные годы, или все, конец? Ну вот, все тот же, наверное, человек, он не подписался, к сожалению, он спрашивает, ведь революция совершается благодаря Советам Трудящихся, ну, мы так поняли, наверное, что Александр за эволюционный, так называемый путь, а не за революционный путь. Нет, я из-за, я же сказал, что из-за эволюционный путь и за революционный путь, потому что одно должно дополнять другое, но революция-то должна сначала в умах совершиться, а не в Советах Депутатах Трудящихся. Если в уме революция не произойдет, в душах людей, то без, без толку это все остальное, понимаете? А вот для того, чтобы она произошла в умах, мы должны все больше, большему количеству людей объяснять, что такое Советский Союз и куда мы подошли, куда нас притащили вот сейчас. Вот и вся система. Когда люди поймут, что Советский Союз лучше Советского Союза, не было ничего, нигде и никогда. И вот сейчас, где мы находимся, в этой вклаке, где жратва, по-другому не скажешь, уж погани ее не сыщешь, где вообще отношения людей, никакого порядка, никакой дисциплины, вообще никакого человеческого отношения нет. Вот, пожалуйста, вот и выбирать надо между хорошим и между очень мерзким.